Как часто ты думаешь о течении времени? Можно ли его повернуть вспять? Превознестись словно над самим мирозданием? Повороть время значит побороть саму смерть? На эти и многие другие вопросы ты сегодня конечно не получишь ответы, так как я предпочитаю тратить время на поигрульки вместо решения уравнения Эйнштейна. А твое я займу для небольшого рассказа про реализацию условных путешествий во времени в различных играх с точки зрения научпока и википедии, а также попробую немножко систематизировать имеющиеся варианты. Если ты, разумеется, еще здесь, уже целых 30 секунд прошло почти. Кстати, страница о путешествиях во времени настолько обширная и имеет настолько много переходов на еще более обширные страницы с уже просто невоспринимаемой для моего мозга информацией о квантовой механике, что я пожалуй пока ограничусь теми ее частями, что будут относительно просто объясняться в приведенных мной примерах из игровой индустрии. Я же ни черта не понимаю. Вот ты понимаешь? Если да, то напиши Василию, будешь работать с нами. Андрея уволим наконец. Ладно, ладно, начинай уже, а то вода сейчас польется. Чтобы быть последовательным, стоит начать с необходимого для понимания материала. Итак, большинство из нас воспринимает время как направленную прямую, на которой слева направо расположены различные события в хронологической последовательности. На этой оси относительно отдельно взятого события есть события будущего, которые зависят от него, события прошлого, которые влияют на него, и неопределенные, то есть ни те, ни другие. Пока вроде все понятно, но нельзя же определить, произошло ли что-то в прошлом или будущем относительно двух событий. Таким образом, у каждого тела своя мировая линия. Кстати, уже англоязычная википедия говорит, что мировая линия относится лишь к одному объекту, а временная – к целой цепочке событий. Пересекаться такие линии спокойно могут в нескольких местах так, чтобы некоторые фрагменты для обеих были прошлыми, а другие – будущими. Но действия же могут происходить иначе, приводя к совершенно разным исходам, поэтому количество линий просто безграничное. То есть, в принципе, это все можно сравнить с деревом, которое, кстати, по-моему, будет называться мультивселенной, включающей в себя все возможные временные линии, которые принято назвать альтернативными реальностями. Короче, зачем я эту пургу вообще несу? Все и так уже избалованы разными ноунами и всякими анимемами про путешествия во времени. А как я выяснил в течение изучения материала к данному видосу, эта теория является наиболее популярной, и найти что-нибудь отличное мне было, ну, достаточно трудно. Первое, что пришло моему навигационному составу в голову, когда была озвучена идея путешествия во времени, это Биошок Инфимит. Так что начну наиболее длительную часть своего рассказа с него. Играть я не играл, так что просто ДИМОН! Короче, жил-то был детектив и бывший военный Букер Дэвид. Жена у него была в один момент и скрафтила ему дочь. Слетали для себя исходом. Букер стал беспроводно бухать, влез в долги, но и жил вроде как зал без бед, как внезапно ему поступило восхитительное предложение от одного рыжего джентльмена, который предлагал Букеру отдать девчонку. Взамен на оплату всех долгов. Дэвид сперва согласился и передал девочку какому-то мужику, торчащему из стены, однако потом одумался и попытался ее вернуть, ну, собственно, безуспешно, и привело это лишь к небольшой травме, в виде потери бизинца у девочки. Чуть позже Букер оказывается в лодке с этим рыжим парнем и точно такой же рыжей дамой, и цель его предельно проста — вернуть девчонку. Используя Махачкельнинский лифт, он оказывается в воздушном городе Колумбия, чей превосходный правитель и правидец уже... Блядь, я не хочу Махачкельнинский лифт переозвучивать, но там вставите, нахуй, я не знаю. Уже знакомый нам мужик Захарий Комсток. Тот самый мужик из стены. Он объявляет Букера ложным пастыром, что, ну, как бы, немножко мешает. Потом детектив находит девчонку, которая, оказывается, еще умеет открывать порталы, червоточный разлом, назвать, как хотите, в альтернативные временные линии. Из-за того, инцидент с мизинцем. Букер же понимает, что он находится уже не в своем мире, а еще позже выясняется, что бородатый мужик — это и есть местный Дэвид, который принял отпущение грехов после своих военных подвигов и стал пророком. Дед двинулся к укуху и решил построить город в воздухе, опираясь на разработки уже знакомой рыжей дамы — Розалин де Людос, позже создавший некую машину, которая могла открывать разломом и, похожей на разлом у девчонки. Эту машину Захар стал жестко обудить для предсказания недалекого будущего, тирании и получения достойного наследника в лице собственной дочери из альтернативной временной линии. В итоге девчонка, чье имя в мире Колумбия Элизабет, решает утопить своего отца во время крещения, чтобы прекратить его уже пожилой террор. Во всех временных линиях сразу. Ну, как-то так, если вкратце. Ладно, ладно, спасибо. Поболтал и хватит. Иди отсюда, моя очередь. В Биошоке путешествия во времени представлены как свободное перемещение из одной линии в другую. Для разминки скажу, что портал Элизабет по-умному зовутся проходимые кротовые норы, которые невозможны без экзотической материи, то есть веществ, которые нарушают условия физики элементарных частиц. Но они, кстати, больше уместны в теории, где временная линия всего одна, настоящая, так как перемещение между реальностями вроде не заявлено, но не суть. Понять, что устройство времени в Биошреке именно такое, можно взглянув на сцену с торговцем, который в альтернативной реальности еще жив и даже религия у него вроде другая, но множественное пересечение с покинутой вроде Колумбии и Камстока остаются. Дыры в сюжете начинаются, когда вспоминаешь, что все эти варианты неизбежно приводят к тому, что Букер с Элизабет оказываются в море дверей, ведущих в другие временные линии, а после возвращаются к моменту крещения Девита. В данной сцене уместнее, как по мне, было бы показать всех Букеров, а не скинуть удовольствием на одного, а то вообще нескладно получается, так как это, по идее, выводит на первый план еще одну реальность, где Букер просто сдох при крещении. Так что давай лучше будем представлять, что все Элизабеты с всех временных линий просто в итоге утопили своих Букеров. То есть на самом деле все линии в итоге объединяются в одну, неизменно. Что-то как-то мемов вообще мало. Василий, подмогнешь? А, да, чего, опять материться что ли? Вот так выглядит относительно стройная картина истории в пиашоке, хотя Википедия утверждает, что это довольно маловероятный вариант сделать все единым. Ну, теперь можно обсудить что-нибудь менее бросающееся в глаза или недосказанное. Начну с самого знаменитого и простого парадокса убитого дедушки. Так вот, если Элизабет убила Букера, то она не была рождена, а это значит, что никто его убить и не мог. Не знаю, что теперь тебе делать с этой информацией, просто наслаждайся, надо же мне откуда-то видос брать. Дальше. Заменяет ли герои сам себя при переходе в другую реальность и исчезает ли из своей? На первый вопрос отвечу, что в пиашоке путешественник во времени все же может встретить альтернативную версию самого себя, хотя потому что Букер и есть Камсток, а они неоднократно виделись, что в некоторых теориях вызывает хлопывание вселенной. А еще я вспомнил момент, где Дэвид обнаруживает, что он стал лидером революции и святым мучеником. А на втором вопросе перейду к открытию небольшого списка весьма критичных дыр, так как по идее, переходя на другую линию, путешественник из предыдущей стирается вовсе. Но раз Букер в любом случае попадает в момент своего крещения, то это значит, что за него оставался кто-то, действующий, кстати, несколько иначе. Короче, черт разберет, ничего не понимаю, честное слово. Весьма однозначно можно говорить только о людях, помнящих свою смерть. Ну, тот фрагмент, где двое убитых солдат оказываются живы в альтернативной реальности, но у них плохое самочувствие, так как они помнят собственную кончину. Совершенно очевидно, что всегда будут временные линии, где какой-то человек мертв. Что же ему теперь от диареи все время мучиться? Хотя любой сценарист, работающий с этими всеми перемещениями во времени, может сказать, что ты нифига не понимаешь, оно квантовое. Меня, например, при подготовке текста к этому видосу прожаривали целых полчаса на тему сюжета. Хотя в итоге наши трактовки не так уж сильно различались, поэтому я по-кресиному оставил свой вариант для растягивания хронометража. Верно, я Кира. И что вы теперь сделаете? Убьете меня? Ну и наполовину сработавшего еще можно вспомнить, что вообще-то у Букера при первом переносе в другую линию из начала игры несколько размывается память. Что-то лично стыкуется с тем, что в иных реальностях все было совсем иначе. Ну и под конец Биошока скажу, что он, как и многие другие игры про путешествия во времени, забивает на принцип самосогласованности Новикова, который пытается разрешить парадоксы, устанавливая, что путешественник во времени не может изменить те события, которые уже на нем отразились и с ним произошли. Что, собственно, без проблем сделал наш протагонист. Ну вот такое огромное количество времени по меркам нашего канала занимает разговор об этом самом времени в одном только Биошоке. Мне лично из всех изученных для видеоигр нравится сюжет Quantum Break, которая по строению соприкасается с Infinite в том, что все действия героев ведут ровно в одно место в конец времени. На ее сюжете я так акцентироваться не буду, так как в свое время просрал все. Один милитарист все уже сделал на замечательном уровне, поэтому просто объясню несколько основных понятий, ссылаясь на эту игру. Так вот, с самого начала игра устами антагониста заявляет, что все дороги ведут в конец времен, и что все события, уже однажды произошедшие, изменить нельзя, что, кстати, не посылает к черту уже упомянутый ранее принцип самосогласованности. А по ходу истории еще выясняется, что главный герой Джек Джойс и есть виновник многих моментов, которые произошли с ним же из прошлого. И теперь очевидно, что он встарит от последовательности действий, а потом и новый старый герой еще, потом еще. Короче, ты понял. То есть сюжет здесь представлен как повторяющаяся цепочка событий, которые являются причиной друг друга, что и называют причиновременной петлей, или просто причиной петлей. Также, исходя из предыдущего предложения, можно сделать вывод, что многое в этой игре является следствием того, что произошло уже в будущем. Например, спасение Джеком собственного брата после путешествия назад во времени в тот момент, когда прошлый ГГ еще стоит перед зданием и вдупляет, что происходит. Это умные люди с Википедией называют ретро-причинностью. Вообще, мне очень импонирует, когда сценаристы не ленятся придумывать не просто корыто времени или магическую залупу, способную на все, а пытаются представить хотя бы какие-то условные причины открытия этих технологий. Например, как особые элементарные частицы хронона из обсуждаемой Quantum Break, или крайне ценный химический элемент Е99 из Singularity. Я, конечно, не нагрею, ведь ясно, что придумать какое-то оправдание для клинка времени в принципе версии крайне трудоемко и во многом бесполезно. Да и людям было в то время, в принципе, пофиг, я думаю, что аутентично. Как я и говорил, большинство игр придерживаются именно приколов с временными линиями, вероятно из-за возможности показывать совершенно разные, чуть ли не абсурдные исходы. Но, к сожалению для тебя, мой список не состоит из всего лишь одного пункта. Так что я продолжу свой бубнёж. Что ж, тут всё просто и весьма предсказуемо, даже объяснять не буду. Для примера приведу далеко не самую худшую анабиосу Сон Разума, которая в своё время как-то прошла мимо широкой аудитории, но в целом собрала неплохие оценки, в том числе и за сюжет. В ней некий метеоролог Саня Нестеров оказывается на потерпевшем крушение корабле в самой Антарктике мира. Оказывается и оказывается, чего бубнить-то. Но интерес в том, что у него, в отличие от более реалистичной развязки, то есть сдохнуть в муках, есть возможность повлиять на собственную судьбу, проживая уже прошедшую жизнь найденных членов экипажа заново, но регулируя их действия. Ну, тут очевидно, на реалистичность претензий мало, так как чем дальше игрок продвигается по сюжету, тем более абсурдные вещи происходят с Саней. Вплоть до того, что в конце игры он отмудохает самого Кронуса, который изначально был богом земледелия, а ещё он уранусу яйца отрезал... Ой, не тот. Вот этот. Кроннос. У них просто имена похожи. Вот он, отец времени. Кажется, я видел то, что не нужно было. В целом, анабиоз можно объяснить больше с помощью парапсихологии, чем какой-либо физики. Так что это можно считать просто небольшой интермедией и задатком, если я вдруг решу сделать отдельный видос на эту тему. Вообще, в игровой индустрии есть ещё одно направление для путешествий во времени, где все действия кого-либо в прошлом приводят к глобальной заднице, что весьма реалистично, но довольно скучно. Ну а задачей протагониста в основном является противостояние тому, кто пытается эти действия, собственно, произвести. Такие проекты в большинстве своём являются довольно скудными и старыми текстовыми играми или фонт-н-криками, так что внимание они привлекают слабо. Выделю только обязательную для всех олдов Legacy of Kain, в которой каждое глобальное действие в истории сопровождается переменой целой временной линии, с довольно заметными изменениями, а просто так перескочить из одной реальности в другую нельзя. Есть ещё, конечно, игры с чисто геймплейным функционалом перемещений во времени, вроде Titanfall и Dishonored 2-го и других довольно популярных известных тайтлов. Но самое интересное и неожиданное для меня является не снискавшая популярности стратегия в реальном времени Акрон. В ней учтено почти всё. Реальные игроки, не только боты, могут вести баталии в будущем, настоящем и прошлом, чуть ли не одновременно. Даже перемещая своих юнитов во времени, используя при этом весьма редкий ресурс — хронную энергию, которая должна хоть немножко ограничивать их в своих действиях, чтобы битва с огромным количеством исправлений собственных ошибок не длилась вечно. В игре даже можно случайно прикончить собственного солдата в прошлом, переместив на его место бойца из будущего, и столкнуться с уже упомянутым парадоксом мёртвого деда. Разве что нельзя переместить солдата во времени так, чтобы он стал сам себе матерью. Я думаю, до такого ещё никто не дошёл. На самом деле, с игрой всё не так гладко, как я описал, конечно, но идеи действительно инновационные и впечатляющие. Также путешествия во времени довольно часто используются в разнообразных головоломках или небольших проектах, в основном нацеленных на подумать своей бестолковкой, что, кстати, отнюдь неплохо, но, как ты наверняка догадался по материалам на нашем канале, мы таким не занимаемся. Мне было бы весьма интересно продолжить следить за играми с подобной тематикой в дальнейшем, но, к сожалению, очевидно, что проработка сценария в таких играх является очень трудозатратным, что сильно усложняет процесс разработки. Вспомните хотя бы производственный ад того же Quantum Break, в котором геймплей и техническая реализация отнюдь не в последнюю очередь пострадали из-за множества переписываний сюжета. Вера остается только в такие небольшие, но отточенные проекты, как, например, грядущая Twelve Minutes, полностью построенная вокруг петли, или, кто знает, может быть, даже в Deathloop от Arkane что-нибудь интересное вкрутят. В чем я, конечно, сомневаюсь, но Светлана, ой, то есть Надежда, умирает последней. А пока что я прощаюсь с тобой, если ты дожил до этого момента, что в моих видосах бывает прискорбно редко, и до маловероятных встреч на столбике. Так, я не знаю, как лучше замонтировать, нахуй, блядь, я, блядь, ебал, блядь, я заговариваю, ты ж еду, баё, сука, блядь,��, у них просто и меня не сбежит. Не сняшка? Не сняшка? Субтитры сделал DimaTorzok